Добрый день, меня зовут Анна, у нас урок биологии и тема нашего сегодняшнего урока «Адаптация организмов к различным условиям существования». Адаптация происходит от латинского «adapta», что значит «приспособляю» и обозначает приспособление строений и функций тела организмов к различным условиям окружающей среды. Адаптации направлены на поддержание организмом своего внутреннего состояния равновесия или гомеостаза, а также на приспособление и выживание организмов в ходе эволюции. На организмах в природе постоянно действуют различные факторы окружающей среды. Их можно подразделить на несколько групп. Например, по источнику происхождения факторы могут быть абиотическими, то есть связанными с неживой природой. Например, это температура, влажность, рельеф, химический состав воды или почвы. Биотическими — это то, как организмы сами воздействуют друг на друга. И, наконец, выделяют также группу антропогенных факторов. Это факторы, связанные с деятельностью человека. Также по длительности и регулярности своего воздействия факторы окружающей среды можно подразделить на постоянные. Это, например, особенности климата, рельефа, химического состава среды. Периодические — это факторы, связанные с повторяющимися изменениями, например, сезонными, суточными, приливами и отливами, периодическими колебаниями численности организмов в зависимости от их жизненных циклов. А также непериодическими, возникающими внезапно. Это могут быть, например, природные или техногенные катастрофы. В свою очередь, адаптации организмов как ответ на воздействие факторов окружающей среды также можно разделить на несколько групп. Так, по форме своего проявления адаптации могут быть морфологическими или морфофизиологическими, связанными со строением и функциями тела, различных его частей, органов и клеток. А также поведенческими — это непосредственные реакции организмов на изменение условий среды в настоящем моменте. Кроме того, адаптации могут быть наследуемыми и ненаследуемыми. Фенотипические адаптации развиваются в течение одного поколения, например, у одного конкретного организма или популяции организмов, и они обеспечивают гомеостаз и выживание именно этого организма или популяции. Но также могут быть адаптации, которые развиваются в течение многих поколений у популяций или целых видов организмов, и в этом случае они могут закрепляться генетически в ходе эволюции и обеспечивать выживание целого вида. Как правило, на организмы действуют не отдельные факторы, а целые их комплексы, и в свою очередь организмы вырабатывают наборы адаптаций или приспособлений. При этом наиболее выраженно адаптации проявляются в экстремальных условиях обитания, поскольку там действие факторов среды наиболее сильное и заметное. И мы сейчас с вами немного по путешествиям по разным уголкам земного шара посмотрим, как организмы приспосабливаются к различным условиям существования. Наша первая остановка это тропическая пустыня. На карте справа вы можете видеть их обозначенными желтым цветом. Самая крупная пустыня на земле это пустыня Сахара. Она занимает почти весь север африканского континента. Какие же факторы среды действуют у нас в тропической пустыне? Во-первых, так как пустыня находится в близости к экватору, там почти нет температурной смены сезонов. Но в то же самое время есть очень большие суточные перепады температур. Днем, когда светит солнце, температуры могут подниматься до плюс 40 градусов по Цельсию. Ночью же, когда солнце садится, наоборот, земля охлаждается и температура может опускаться вплоть до нуля градусов. И, наконец, в пустыне очень сухой климат и редко выпадают осадки. А теперь познакомимся с королем пустыни верблюдом. Эта копытная исключительно хорошо приспособилась к суровым условиям существования в жарком и сухом климате пустыни. Что же ему помогает? Во-первых, у верблюдов есть мозоли, специальные утолщения кожи на подошвах ног, коленях и груди. И когда верблюд идет по раскаленному песку или ложится на него, эти мозоли защищают его ноги и тело от ожогов. Также у верблюда очень густые ресницы и особые складчатые ноздри, которые могут закрываться. И таким образом они защищают глаза и дыхание верблюда от пыли, песка и потерь влаги. Ну и наконец, самое заметное и известное приспособление верблюда к жизни в пустыне – это его горб. Его может быть один или два, в зависимости от вида верблюдов. Часто ошибочно полагают, что в горбу верблюд хранит запас воды. Но на самом деле горб верблюда представляет собой огромный запас подкожного жира, который с одной стороны защищает спину верблюда от палящего солнца днем, и с другой стороны, если вдруг произошла нехватка пищи или воды, этот жир может расщепляться на более простые молекулы и обеспечивать верблюда питанием, энергией и водой. А чем же питается верблюд в пустыне? Верблюд питается засухоустойчивыми растениями – ксерафитами, которые также приспособлены к сухому и жаркому климату. Благодаря глубоко уходящей корневой системе, которая доходит прямо до грунтовых вод. Мелким или видоизмененным, например, в форме колючек – листьям, которые испаряют значительно меньше влаги, чем обычные листья. А также запасом воды в тканях стебля и листьев. Мы все видели кактусы или, например, растения алоэ. У них плотные крупные стебли и листья с большим количеством сока внутри. Таким образом мы видим, как и животные, и растения пустыни имеют приспособление для защиты от жары, а также для запасания и сохранения воды. Именно это позволяет им успешно выживать и размножаться. Ну а теперь мы переместимся с вами в другую пустыню. Но там вместо песка и жары нас будут ждать снег и мороз. Это арктическая пустыня. Зоны приполярных пустынь Арктики и Антарктики показаны на карте справа темно-серым цветом. Арктическая пустыня это также экстремальная зона обитания, но характеристики у нее противоположные пустыне тропической. Здесь также почти нет смены температурных сезонов, но зато есть сезоны световые. Это полярный день и ночь, которые длятся по полгода. Очень низкие температуры. Здесь температура может опускаться вплоть до минус 50 градусов по Цельсию. Грунт в основном каменистый, это скалы. И большую часть года он покрыт снегом и льдом. В связи с такими условиями существования в арктической пустыне практически отсутствует наземная растительность. К таким условиям приспособлены только наиболее холодоустойчивые и небольшие растения. Это, например, лишайники и мхи. Они способны расти прямо на камнях и переживать зиму под снегом. И в более теплых зонах арктической пустыни, где температура может колебаться в районе 0 градусов или даже чуть выше, мы можем встретить небольшие травы. Например, на фото справа представлен полярный маг. В связи с тем, что здесь мало растительности, она не отличается особой питательностью. Большинство животных Арктики — хищники. И именно здесь обитает самый крупный сухопутный хищник на земном шаре — белый полярный медведь. Что же позволяет ему выживать в таких суровых условиях? Во-первых, у белого медведя черная кожа и густой мех, состоящий из прозрачных полых волосков, которые, с одной стороны, отражают видимый свет, и поэтому нам кажется, что медведь белого цвета замечательно маскируется на фоне снега. А с другой стороны, эти волоски пропускают тепловое и ультрафиолетовое излучение солнца к темной коже медведя. Таким образом, кожа накапливает тепло, а мех позволяет его сохранить. Также сохранить свое внутреннее тепло медведю помогает толстый слой подкожной жировой клетчатки. Ну и наконец, на лапах медведя, на подошвах, также есть мех. Он защищает лапы от переохлаждения, а на передних лапах между пальцем есть плавательные перепонки. Это позволяет медведю быстро плавать и охотиться на свою добычу под водой. А вот сосед медведя по Арктике и, кстати, его потенциальная добыча гренландский тюлень. В отличие от медведя, который питается практически всеми видами животных, обитающими рядом с ним тюлень, питается только рыбой и морскими беспозвоночными, поэтому большую часть жизни он проводит не на суше, а в воде. И его тело приспособлено именно к такому образу жизни. У него обтекаемая каплевидная форма тела и гладкая поверхность этого тела, а также конечности, превратившиеся в ласты, что позволяет ему более быстро и маневренно плавать под водой. Также тюлень от потери тепла защищает толстый слой подкожного жира по всей поверхности тела. И, наконец, у тюленей защитная маскировочная краска как у взрослых особей, так и у детенышей. Маленькие детеныши тюленя, бельки, живут только на суше, на снегу, поэтому их шубка белого цвета. Взрослые же тюлени, которые большую часть времени проводят в воде, больше приспособлены к ее цвету и имеют серую окраску. Кстати, если мы посмотрим на многих других крупных обитателей водной толщи, мы увидим, что даже у разных групп животных преобладают все эти признаки и формой строения их тел, их внешний вид очень похожи. Так и у акулы, принадлежащей классу рыб, и у дельфина водного млекопитающего, и у тюленя млекопитающего охотящегося в воде выражены обтекаемая форма тела и гладкая поверхность, конечности в форме плавников или ласт, и также толстый слой подкожного жира, который защищает от потери тепла в воде. Что же касается защитной маскировочной окраски, то мы также можем заметить, что у многих животных, которые обитают толще воды, она специфическая темная спинная поверхность и светлая брюшная. Это связано с тем, как выглядит сама вода с различных точек зрения. Если мы с вами посмотрим на воду сверху, мы увидим ее темноватой, такой серой, потому что свет не проникает в нее на всю глубину, и поэтому животное с темной спиной будет менее заметным. Если же мы посмотрим на воду, наоборот, из глубины на ее поверхность, мы увидим, как через поверхность воды пробивается свет, он окрашивает ее в более светлый цвет, и поэтому если мы смотрим на животное снизу, то оно будет менее заметным, если у него светлая брюшная сторона. Таким образом животные защищают себя от хищников. Но самые-самые умелые мастера маскировки обитают на дне океана, и наиболее впечатляющий пример из них – это осьминог. Благодаря специальной конструкции пигментных клеток кожи, а также тому, что у него нет жесткого скелета, осьминог может практически мгновенно менять свою форму и окраску. Вот посмотрите, как на видео этот осьминог буквально исчезает у нас на глазах, превращаясь в кустик водорослей. Такая уникальная способность, сочетающая в себе и морфологические, и поведенческие адаптации позволяет осьминогу становиться неразличимым как для своей добычи, так и для хищников, которые охотятся за ним. Выше мы рассмотрели с вами в основном морфологические адаптации, связанные со строением тела, поскольку именно они являются основными при обитании в экстремальных условиях, где условия среды более-менее постоянные, но суровые. В тех же местах, где условия более умеренные и благоприятные для жизни, важное значение приобретают также поведенческие адаптации к некоторым изменениям среды. В частности, мы можем наблюдать сезонные поведенческие адаптации у многих видов животных. Так, у птиц мы можем наблюдать сезонные эмиграции, птицы, обитающие в умеренных зонах, на зимовку перемещаются ближе к экватору, а с весной возвращаются в умеренные пояса. Также весной, когда у птиц сезон размножения, мы можем наблюдать строительство гнез и брачное поведение, например, особые виды пения. Сезонные поведенческие адаптации есть и у млекопитающих. Например, с наступлением зимы многие животные, как грызуны, например, сурки, так и крупные хищники, скажем, бурый медведь, впадают в спячку. Другие же животные, которые остаются активными, вынуждены менять способ добычи питания. Вот, например, лисицы вынуждены буквально нырять в снег, охотясь на мышей. Такой способ охоты называется мышкованием. Посмотрите, как на видео лиса ловко это делает. Можно было бы подумать, что поведенческие адаптации характерны только для животных, у которых есть активное поведение. Но на самом деле поведенческие адаптации, как реакция на изменение окружающей среды, есть и у растений. Яркие примеры это, например, листопад, то есть приспособление растений к сбрасыванию листьев перед наступлением холодов, чтобы сохранить влагу в тканях, а также цветение с приходом тепла. Мы с вами рассмотрели много примеров видовых, наследуемых адаптаций, которые важны, когда организм обитает в неком узком ареале на определенной территории с определенными условиями, которые более-менее одинаковы. Но есть ведь также организмы, которые очень широко распространены, и для них очень важны становятся фенотипические адаптации, то есть приспособление конкретного индивида к различным вариантам условий среды. И очень хороший пример такого организма это сосна обыкновенная. Она очень широко распространена по всей территории Евразии. Посмотрите по карте, окрашенная зеленым территорию. От севера Скандинавии до Черного моря и Китая. От Центральной Европы до Сибири и Дальнего Востока. И в зависимости от того, в какие условия попала семечка сосны, то есть какие там почва, рельеф и климат, может развиться растение совершенно разных размеров и формы. Вот, например, на песчаных холмистых местностях вырастают так называемые корабельные сосны. У них очень высокие прямые и толстые стволы, симметричные кроны, глубоко уходящая мощная корневая система. И корабельными эти сосны называются потому, что их издавна использовали для изготовления мачт кораблей. Но вот если семечка сосны попала на скалистый склон, вырастет совсем другого вида дерева. Причудливой формы, искривленное, небольшое. У него может быть искривленный ствол, плоская крона, корневая система тоже некрупная и сильно разветвленная. Потому что именно такое строение дерева позволяет ему хорошо цепляться за камни, удерживаться на стлоне и быть устойчивым к различным влияниям вроде камнепада или сильного ветра. Прямое и большое дерево в таких условиях бы не выжило, оно бы просто упало. А вот если мы с вами придем на болото, то там мы тоже можем найти сосну. Но она выглядит совсем иначе, чем предыдущие два варианта. Это небольшие деревья с тонкими стволами и ветвями, и такой же корневой системой. Это связано с тем, что в болотистой почве небольшое количество минералов и деревьям не хватает питания для полноценного мощного роста. Но деревья приспосабливаются и становятся миниатюрными. Мы с вами рассмотрели множество примеров растений и животных и того, как они адаптируются к окружающей среде. Но ничего не упомянули о человеке. А как же человек? Что у него с адаптациями? Может быть, у него их нет? Конечно же, у человека тоже есть адаптации, их множество. И сейчас мы с вами напоследок рассмотрим пример фенотипической адаптации у человека. На этих фотографиях 60-х годов вы видите двух братьев-спортсменов. Причем не просто братьев, а братьев-близнецов. То есть это два человека с абсолютно одинаковыми генотипами. Но при этом один из них, тот, который справа, долгое время занимался бегом, а второй, слева, занимался тяжелой атлетикой, поднятием тяжестей. Посмотрите, как приспособились их мышцы к разным физическим нагрузкам. У спортсмена-бегуна, который выглядит достаточно худеньким, при этом очень сильно развитые мышцы ног. А у спортсмена-тяжелоатлета развитые мышцы рук и корпуса, которые помогают ему поднимать тяжести. Например, штангу. Это очень хороший пример того, как может адаптироваться тело абсолютно изначально одинаковых людей к различным видам спорта. И нам хорошо иметь его в виду, если мы сами решим заняться спортом. На этом наш урок окончен. Я благодарю вас за внимание и до встречи на следующем уроке.